Я предложил бы уже по делам, которые человек делает, это Сергея Широкова и Александра. Совет принять в члены партии. Пусть они о себе немного расскажут. Прошу. Так, Сережа, давай. Аплодисменты. Занимаюсь спортом, не пью, не курю. Давно посвящен в идее Мегре. Очень болею за это дело. Хочу, чтобы весь, как говорится, мир чувствовал, что я ощущаю. Хочу взять землю с единомышленниками. Для меня важно, конечно же, где находится земля, но важнее всего, с кем я буду проживать. Для меня важны соседи. Хотелось бы, чтобы все было побыстрее. Но я понимаю, что просто так ничего не ускоришь. До сознания людей надо, чтобы оно само дошло. И никому ничего в голову не затолкает. Продвигать культуру массы. И как в книгах Мегре через стихи и песни до людей дойдет необходимый образ, который сделает рекламу тем чистым вещам, которые должны жить на планете. А ты видел бы себя в качестве какого-то представителя на местном уровне депутата? Да, я не вижу себя в качестве депутата. Я не знаю, это еще надо, чтобы люди меня выбрали, если я им буду. Но я готов быть солдатом Анастасии и готов отстаивать эти идеи, потому что они чистые. Благодаря этим идеям я очень сильно в жизни поменялся. Я поменял отношения к женщинам, это самое первое. Поменял отношения к людям. Я раньше собак любил больше, чем людей. Сейчас все наоборот, конечно. Супруга поддерживает эту идею? Да. Но она осторожно к этому, ко всему относится. Она у меня мудрый человек. Она судит людей по делам, а не по их разговорам. Пока что землю я не взял. И она только видит разговоры. Но понимает, что светлая идея, понимает, что как я отношусь к людям, что как отношусь к ней. И она понимает, что это хорошие вещи. Вот ты хочешь вступить в партию, а ты знаешь, какая цель и задача? Основная задача это продвижение, я так полагаю, для себя. Это продвижение качественного приобретения людьми гектара. То есть не где-то на ошибках и на очкурах, а все-таки чтобы был доступ у людей к земле. Потом введение необходимых законов человечных и нужных. Там, конечно, это все подробно разбирать. Я так для себя представляю. Я, в принципе, тебя лично поддерживаю, чтобы ты был... Потому что ты человек очень активный. Судя по нашему общению, я твой конъюнтору поддерживаю. Спасибо. Я помню, как он сказал, там один чувак начал все доверять, а он говорит, а ты читал книги, Анастасия, я же приселся. Так, прошу, Александр. Обстоятельства складываются таким образом, что нужно укреплять ряды родной партии. И движение, я считаю, на самом деле здравым. То, в принципе, готов присоединиться и всячески участвовать в этом движении. И, возможно, все, что от меня зависит, тем помогать этому движению, чем могу. Сам я вышел на пенсию, служил в таможенных органах. Вот, то есть, двое детей, жена. Интерес, естественно, как и у многих людей, кому близки идеи Анастасии, то есть я тоже задумываюсь о том, что переехать в ближайшее время на землю, слиться с ней, усилиться, ну и всячески способствовать данным веяниям и продвигать эту идею в массы, чтобы люди загорелись этой идеей и двигались в этом направлении. Так что выступаю как кандидат в члены партии. А откуда ты родом? Родом из Владивостока. Родился, живу и... Здесь, в Луне? Да, я местный, да. Цель и задача принятия закона о родовых поместьях без права продажи, без нового заобложения. Да, то есть просто провести эту идею именно в массы, чтобы донести до людей. Если бы вам предложили быть президентом народа, что бы вы в первую очередь сделали для народа? Ну, хороший вопрос на самом деле. Ну, я думаю, что идея родовых поместьев, она была бы в числе приоритетных, как бы то ни было. Потому что, скажем так, будучи на месте президента, скажем так, я не... Ну, это было бы приоритетной задачей. Потому что самое главное, что... Я твердо верю, что родовое поместье, оно позволит именно усилиться, продолжить род и сделать нас сильнее. А меня это в первую очередь интересует. Чтобы мы улучшались, развивались, чтобы у нас было крепкое потомство. В книгах Мегре там отражена вся информация по мирозданию. По большому счету, там, скажем так, очень простым и легким языком описаны такие вещи, которые, скажем так, охватывают практически все законы мироздания. И сказать, какая именно книга меня, ну, скажем так, вдохновила, я затрудняюсь сказать, потому что они все имеют очень серьезную основу, по большому счету. И занимаясь этими вопросами, то есть, если раскрывать каждую книгу, ну, каждое направление в отдельности, то можно понять, что книги Мегре, они на самом деле несут очень большой пласт информации. И, в принципе, можно разбирать каждую в отдельности, и это займет, скажем, большое количество времени. Поэтому, по большому счету, меня вся серия книг вдохновила. Ну, у каждой, конечно, были свои, там, изюминки, скажем так. А чем бы ты занялся, вот, если ты ступишь в родную партию, что тебе наиболее близко по твоим талантам, способностям, чем бы ты мог бы продвигать, будет, с какими-то своими, вот, особенностями, вот, идеи наши? Ну, знаете, как бывший военный человек, все-таки, в первую очередь, буду согласовывать свои действия с руководством партии, да? А если, ну, и после этого уже проявлять собственную инициативу, там, про продвижение каких-то проектов. А если лично, лично, ну, я бы, честно говоря, на примере показывал, как нужно это делать. То есть, личным примером. То есть, максимально создавал условия своей жизнедеятельности, которые я мог просто показать и сказать, ребят, смотрите, хотите так, я научу. То есть, я бы действовал в таком ключе. То есть, я бы старался, допустим, как, улучшить, допустим, ну, не улучшить, допустим, как, создав поселение, да, выстроить там такую организацию, при которой можно было бы прийти людям и показать, смотрите, ребята, хотите, мы научим как. А ты себя считаешь обязательным человеком? Вот сказал и сделал. Ну, стараюсь. Стараюсь. Спасибо. Я не против, чтобы вы были членом партии.